У нас в прямом эфире на связи гостя Владислава Ушакова, медицинский психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзия Кубова. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Владислава, подскажите, пожалуйста, какие изменения психики происходят в этом нелегком процессе адаптации? Ну, в первую очередь в процессе адаптации повышается уровень тревоги и напряжения. Это хорошо видно по нашему населению. И помимо всего этого проявляются еще вегетативные нарушения. Это может быть нарушение сна, когда сбивается ритм сна, повышение аппетита. То есть многие люди, забивая тревогу либо напряжение, начинают очень много кушать. Также это ощущение неудовлетворенности какой-то, какие-то неоправданные ожидания. Вот это то, что происходит сейчас в процессе адаптации к новым условиям. Плюс еще человек вышел из привычного ритма, и ему нужно приспособиться к тем условиям, которые сейчас задает социум. Владислава Романовна, скажите все-таки, в чем суть самой психологической и, возможно, даже физической адаптации? Суть психологической – это чтобы психика приспособилась к новым условиям. То есть во время адаптации у личности начинают активизироваться внутренние ресурсы, потенциал личности. С одной стороны, адаптация – очень хороший момент в том плане, что человек, не зная, какими обладает ресурсными, потенциальными способностями, в период адаптации их может как раз-таки активировать. И психологическая адаптация состоит в том, чтобы психика приспособилась к новым условиям жизни так, чтобы могла удовлетворять свои базовые основные потребности. Это потребность во сне, в питании, в безопасности, в любви и признании. И физическая адаптация – это когда адаптируется тело, то есть мобилизуются энергетические структуры, происходит увеличение кровообращения, дыхания. В этот момент организм начинает адаптироваться, опять же, физически к новым условиям существования. А если все-таки наблюдается человеком за собой некие проблемы, как помочь своему организму адаптироваться в этот период? Что нужно делать? Читать, смотреть, слушать, есть, пить? Что делать вообще? Ну, в первую очередь, период адаптации очень схож с тем периодом, когда ребеночек еще совсем грудной. То есть физиологически, да, потребность та же, что и у младенца, у грудничков. То есть это во сне, в питании и в заботе. И вот этот период адаптации, он где-то длится 2-3 недели. И очень важно дать возможность своему организму отдохнуть и приспособиться. Не нагружать его различными привычными делами, а дать возможность ему приспособиться к новым условиям. То есть защитить его таким образом. Но опять же, здесь очень важно регулировать, я хочу есть, потому что я голоден, или мне настолько тревожно, я чувствую напряжение, либо гнев на сложившейся ситуации, и поэтому все это заедает. Таким образом, осознавая эти вещи, что со мной происходит, прислушиваясь к себе, мы можем более успешно прожить вот этот период адаптации. Ну хорошо, а если мы психически и физически адаптировались, но нам же потом следует выйти из этой адаптации? А то расслабимся совсем. Да, как потом с этим быть? Здесь момент целеполагания. Можно себе задавать, что я буду делать, когда выйдем из карантина, из самоизоляции. Какой-то план набросать, пофантазировать, возможно, как-то себя еще реализовать, чего-то дополнить в своей профессиональной деятельности. Очень часто в этот период у людей появляются новые идеи, что бы они могли сделать, как они могли бы еще развиваться в профессиональной деятельности. На фоне огромного количества ребят, которые в интернетах рассказывают о том, как они самосовершенствуются и так далее, все-таки превалирующее число населения не хочет в основном ничем заниматься и впадает в некое уныние, потому как внезапно, впервые, может быть, за долгое время остается наедине с самим собой. И вот здесь начинается уже паника. Как с этим справляться? Потому как действительно видят реакцию некоторых знакомых, вижу, что они действительно боятся и удивляются, и не знают, как себя вести наедине с самим собой. Здесь важно понять, что такого привычного ритма жизни, который был до карантина, его уже никогда не будет. И что, когда вы встречаетесь с самим собой, посмотреть и разобраться, что вам нравится в себе, а что вам не нравится. И, конечно же, в стрессовой ситуации, если нужна психологическая помощь, то за ней лучше всего обратиться. А так, это общение с друзьями, общение с родственниками, чтобы немного себя взбодрить и не унывать. Потому что человек, на самом деле, достаточно социальное существо, и мы познаем, какие мы есть, только благодаря общению и взаимодействию с другими людьми. Спасибо большое за информацию. Думаю, не столько думаю, сколько надеюсь, что наша с вами беседа была полезна нашим телезрителям, что они после этого разговора пересмотрят свои взгляды на пребывание, нахождение дома, на самоизоляции. Спасибо большое. Друзья, напомню, что с нами была Владислава Ушакова, медицинский психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзия Кубова.